Михаил Степкин, Миш, привет! Здорово! Очень рад тебя видеть вновь, и сегодня такой сложный день у тебя будет. Твой соперник, легенда отечественного BMX, Влад Мельник. Готов ли ты к нему вообще? Ну, готовил, может, какие-то трючки, тренинг, смотрел его видосы? Расскажи что-то. Против Влада сложно играть по его правилам, поэтому будем какими-то сигнатурками пользоваться. Гадаю по пирамидке Oppo Vanetti на слайдер в Индиан до плашки. Гадаю Opposite Chicken Bar вот с этой тумбы. В этот раз я гадаю свой Chicken Bar отсюда. Гадаю Opposite Vanetti, Индиан, Слайдер и Hellcops Cut. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это... Нью-скул. Ребя, здорово! У нас срочное экспресс-включение. Правда, с небольшим опозданием. Четыре дня назад вышел батл Мельника и Степкина. И сегодня мы будем его разбирать. Это новый формат. Если он вам понравится, обязательно ставьте лайк. Большой респект Факт БМХ за то, что они организовали уже третий сезон Винтеринг БМХ Баттла. Зима давно закончилась, но поскольку в Питере время от времени даже в Майдет снег, вполне себе Винтеринг БМХ Баттл. И в Факт Стори вы можете найти свежую поставку запчастей ТСБ. Рамы Компетишна остались только у них. Я не следил вообще до этого за героем Михаила Степкина. Кто такой Влад и как он катается, я знаю очень давно. Владик, огромный респект. У нас с ним есть небольшое интервью на канале. Я с ним знаком еще со времен катания в команде Алинбайки. Я его сам туда приглашал. Ну и вообще, Влад это просто легендарный райдер. Очень красивый, очень стильный. Катание очень красивое. То, что Влад очень красивый, это, конечно, не мне судить. Это как-то так само собой вышло. Ну ладно, у меня есть жена беременная. Так что я, если что, у меня есть прикрытие. Короче, Владику респект. Миша Степкина я вообще не знал. И вот в этом баттле я его узнал. Давайте же посмотрим, что там было. Гадаю, дабл пэк апрейл на ноу-хэнд. Владик заказывает первый трюк. Делает дабл пэк на ноу-хэнд. Юля меня поправляет, что загадывает. Правильно, да, загадывает. Тоже, кстати, ребята, вы загадываете трюки в гейм оф байк? Или заказываете? Пишите в комментариях. И, собственно, Миша поехал повторять. С первого раза у него не получилось. И он пошел на вторую попытку. Проматываем комментарии Лехи Лэс, хоть я Леха тоже очень люблю. Но мы же не будем часто обозревать. Кажется, по видосу, что ноу-хэнд такой себе, да? Но потом ребята, естественно, вырубают слоу-мо. Продакшн у них вообще отличный. Они прям собаку съели на... То ли крысу, то ли собаку они съели на съемках. В общем, молодцы. В общем, ноу-хэнд засчитали. И, собственно, загадывает Миша. Гадаю туз, хардваны эти по грани вверх. Влад сделал. Короче, игра начиналась просто как обычно. Типа пацаны заказывали трюки. Трюки красивые, сильные, стильные. В общем, то, за что мы любим Винтеринг. То, за что мы любим Влада Мельника. Про Мишу я ничего пока не скажу. Загадываю вниз, ноу-хэнд найс. Трюк времен рассвета Гаррита Рейнольдса. Влад не любит, когда его сравнивают с Гарритом. Я его не сравниваю с Гарритом. Просто насколько легендарный трюк, настолько легендарное исполнение. В общем, Владик сделал по красоте. Миша поехал делать. Ну и, в общем-то, видя его ноу-хэнд с дабл-пега, сразу стало понятно, что, скорее всего, он этот трюк не сделает. Но это реально пипец. Очень быстро тебе надо исполнить. Еще нормально развести руки. И затем на аист приземлиться. Это мясо. Это какое-то мясо. И вот с этого момента я был на 100% уверен, что победа за Владиком. Ну, там такой экспириенс, такой стиль. Можно всегда как бы даже при каких-то заказах, загадах оперировать к тому, что чувак там не так сделал, как Влад и так далее. Но не все так просто. Вот эти баттлы, они прямо вот как бои в ММА. У чуваков должен быть геймплан. И у Миши он явно был. Гадаю по пирамидке, опа ван эти на слайдер в Индиан до плашки. Опа ван эти на слайдер на Индиан до плашки. Я, честно говоря, не очень понимаю, что такое Индиан в этом случае. Может, и мне попытаться объяснить, что это вообще за трюк. Но опа ван эти на слайдер я понимаю. В чем Индия? Что такое там Индиан? Я вот слово Индиан ассоциирую с трюком Индиан Эйр. Прикол таких трюков, ну вообще опа ван эти, поэтому я делал кто угодно сделать. Я думаю, у Владика бы с этим не было проблем. Но вот такие вот штуки, как ехать на слайдере, прыгнув в оппозит, это уже вот прямо требует серьезной подготовки. И Влад в начале баттла сказал. Если ты серьезно относишься именно к самому баттлу, мне кажется, это была стратегическая ошибка Влада. Тактика-то у него была хорошая. Он сам с своими трюками, если он их делает с первого раза, он 100% бы вынес. Тем более, что у него преимущество было на старте. Дальше, если бы Влад просто заказывал бы свои трюки, он бы рано или поздно, мне кажется, выиграл. Но Миша поступил как прошаренный боец. Он решил делать те трюки, которые просто так ты сперва чай не сделаешь. Ты их не выучишь на месте. Давайте посмотрим, как Влад будет справляться с этим заказом, с этим загадом. Ну, по ванэйте он сделал, а дальше как бы слайдера там нет. И он откуда ни возьмись не появится. И Влад, конечно же, очень был недоволен фактом этого трюка. И вот отсюда, собственно, начинают расти корни той темы, которую я хотел здесь поднять. Мне сегодня мой друг написал в инсте, считаю ли я вообще один из других трюков, который будет заказан. Ну, ни для кого не сюрприз. Chicken Bar. Считаю ли я Chicken Bar трюком? Ну, конечно, считаю. Chicken Bar это базовый трюк, который райдеры учатся, учат для того, чтобы... Я даже халту снимал по Chicken Bar. Они его учат для того, чтобы постепенно перейти к барспину. Ну, и в принципе, как бы, когда ты новичок, до банибара тебе, как до Китая пешком, и как Америки до Демократии, и там... И ладно, я не буду накидывать. Короче, это трюк. Он тебя здорово бодрит. Ты можешь делать Chicken Bar, Open Chicken Bar. Ты можешь комбинировать. Я в свое время делал Chicken Bar, и там, с тормозом мне это никак не мешало. Я делал Chicken Bar в дроп с разной высоты бордюров. Это, по-моему, даже с двух ступенек я его делал. Я видел, как Саша Шубин, райдер на видосах которого я вырос, который вдохновлял меня к катанию, он делал Chicken Bar в дроп с десяти, с десяти ступеней. И вот кто после этого может сказать, что это не трюк? Это трюк. Он базовый, он технически легче, чем Бани Бар. Просто, чтобы делать его в дроп, опять же, ну, нужно немножко пристреляться. К оппозитным слайдерам, не знаю, при чем тут Индиан в названии трюка, просто так ты не подойдешь и не подъедешь. И чисто такими трюками можно валить просто кого угодно. Мне кажется, с такой же проблемой, ну, не с такой же, но со схожей проблемой, сталкивался Антоха Шебеков в своих прошлых геймах-байках, когда Тоха мог сделать, там, 1-8 VIP с дабл-пега, когда Тоха мог делать те гринды, которые никто, в принципе, не умеет, и его валили фуджемами, полрайдами, утепами. Если ты претендуешь на то, чтобы соревноваться, то ты, конечно, должен, мне кажется, готовиться к сопернику. Ты должен быть готов к тому, как он будет пытаться тебя выиграть. Рассчитывать на фаерплей нереально. Ну, типа, и особенно, если ты, там, играешь с чуваками, которые хотят победить. Это их право применять тот арсенал. Он, может быть, выглядит не таким классным, не таким стильным, но какие-то трюки, они же банили друг к другу. Кому-то наверняка придет в голову сравнение с боями легендарного Хабиба Нурмагомедова, который, в основном, за счет борцовских своих навыков всех борол. Я не сравниваю стиль боя Хабиба и чикен-бары. Нет, здесь нет знака равно. Быть крутым борцом намного сложнее, чем заказывать чикен-бары. Дальше Владик за... Да блин, у нас будет просто опять стиральная машина на фоне. Владик заказывает бар на тейбл в Квотере. Пристали смотреть тейбл, на мой взгляд, все четко, потому что... Ну, 100% Миша эти трюки не умеет. Кто из райдеров первый начал вот эту вот зарубу? Кто из них первый начал играть? То ли в крысу, то ли в собаку. Кто из них первый начал это играть? Кто? Владик заказывал no-hand на айс. Понятное дело, что... Ну, типа... Ну, нет. Миша это не умеет, там, и научиться такому трюку с бухты-барахты нельзя. Опа, туз-чинг на ванэйте... Точнее, ну, вы поняли, да. Вот этот трюк, который в самом начале, да, это было как бы на равных. Слайдер в оппозит, это уже тоже был как бы ответ уже Миши, мне кажется, на трюк Влада. То есть они сразу зарубились, сразу закусились и сразу пошел не в фейерплей вообще. То есть они играли не по фану и не по стилю, скажем так. Они не пытались показать красивую игру, хотя по трюкам Влада, можно сказать, 100%. Положил руку на сердце, что это были очень красивые, очень техничные трюки. Но это явно те вещи, которые, скорее всего, Миша бы не сделал. Поэтому вы можете написать свое мнение. Я считаю, что в фейерплее не было с самого начала. Тейбл это трюк, который во время игры не учится. Есть ли трюки, которые можно выучить во время игры? Конечно, они есть. И к таким трюкам точно относятся ОПА-бар. Ну вот, по крайней мере, у меня такое мнение. Я когда учил ОПА-бар, ну вообще никаких не было проблем. По крайней мере, с Банихопа. Вот. С Банихопа, кстати, бар легче делать, чем в Вейере. В каком-то смысле. Потому что тебе некуда падать. И если ты там плохо коряво ловишь руль на земле, при первых ОПА-барах такое происходит, то, по крайней мере, ты не крошишься. ОПА-вип. Я видел, как кто-то, по-моему, это был Женя Симонов в прошлом году или в позапрошлом. Он, по-моему, во время мира его выучил. Может быть, какие-то были наработки до этого. Но, в общем, это можно сделать. Антон Шебека кидался на двойной бар. И, по-моему, он тоже до этого не умел. Просто за счет техники и скилла. Я уверен, что какие-то комбинации, там, типа, пятерый бар, если ты умеешь трак, ты тоже можешь кинуться и сделать. Можешь написать в комментариях трюки, которые ты думаешь, что можно научиться прямо вот по ходу. Но бар на тейбл – это не этот трюк. No Hand на Icepeak – это не такой трюк. Точно так же, как и Oppo 180 слайдер на Индиан, это тоже не трюк, который ты выучишь. Заказываю Lucky Oppo 180 вот тут. Миша заказывает Lucky Oppo 180. И это тоже обычный трюк. Ну, в том плане, что это не что-то мега особенное. Я, естественно, не умею. Но я имею в виду, что это что-то такое, что входит в арсенал любого BMX райдера с хорошим уровнем. То есть гринды они там друг другу заказывали практически какие угодно. Различные комбинации. И никто никогда не бухтит. Вот когда Лехи Синайки заказывали гринды, он их не забанил. Но вообще, по-моему, это база. Там какое-то такое было правило. Напомните мне, если я не прав. Это было в крысу, я считаю. Вообще, если вам интересен вот этот формат, то пишите в комментариях, ставьте лайки по вашим просмотрам и обратной связи. Я пойму, стоит ли вообще продолжать. Может, это мертворожденный формат, как и тысячи форматов, которые я уже делал. Тысячи извинений. Тогда я принесу слову тысячу извинений. Тысячи извинений. У Влада не получилось. Мне кажется, что в этой ситуации можно было бы вполне взять Маллиган и добрать. Но мне кажется, Влад не относился вообще серьезно к своему сопернику на данном этапе. Да и вообще, в течение всей игры. Дадим ему чуть-чуть подумать. Так сразу Маллиганами не нужно разбазариваться. Не, я что-то передумал. Маллиган брать не буду. Загадывал Алюб Нолхенд в этом квадре. Влад заказывал Алюб Нолхенд в квадре. И это просто самый красивый Алюб Нолхенд в квадре, который я вообще видел. Ну, видимо, Алюб Нолхенд отчасти слабое место Миши. А может быть, просто Влад заказал трюк из Арсенала, который был не забанен. Но мне кажется, сейчас это был в каком-то смысле фэйрплей. Потому что Алюб Нолхенд с Дабл Пегами что-то делал. И там был нормальный Алюб Нолхенд. Поэтому Алюб Нолхенд, Алюб Квадр, ничего сверхъестественного нет. И Миша Степкин повторяет. Не так амплитудно, не так красиво. Но по правилам он все сделал. Он нормально развел руки, он сделал Алюб. Он вылетел за пределы коупинга квадр, из которого нужно было сделать Алюб. Все чисто. Ну, все честно, скажем так. Дальше пошла Заруба. Ну, а там еще Моисей. Моисей приехал. Тоже прям приятно было так видеть Пашу в гестклипе. Он приехал, крутейший трюк сделал. В общем, порадовал своим присутствием. Кстати говоря, Паша катается на эксклюзивной раме ТСБ. Такая одна в мире с логотипом Паши между верхними перьями. И с геометрией, которую он сам придумал. Мы хотели пустить ее в серию, но так и не пустили. Поэтому, если хотите как-то оживить эту историю, можете попросить у Паши велик прокатиться и как-то откомментировать. Может, что-то надо поменять и уже запускать. Гадаю, опозит чикен бар вот с этой тумбы. То место, из-за которого я сел записывать ролик. Миша заказывает, загадывает опозит чикен бар в дроп. Ну, я не знаю, сколько там. Ну, чуть ниже, чем его рост. Ну, метр шестьдесят, метр семьдесят, наверное, да? Я делал с такой высоты бани бар. Чикен бар с такой высоты не делал. Но чисто технически это проще. Это проще, чем бани бар. В том плане, что бани бар технически сам все очень сложный трюк. Но это с точки зрения новичка. С точки зрения профессионала, естественно, это мука. И никто не тратит время для того, чтобы шлифовать эти чикен бары. Ну, просто незачем это делать. Потому что, ну, никто тебе, там, если ты условно прошник, не респекнет. Если ты сделаешь чикен бар в какой-нибудь линии и вставишь это в эдит, в котором есть другие сильные трюки, это разбавит видос, я считаю, и дополнит арсенал райдера. Мне вот, например, больше и нечего, наверное, будет делать в ближайшее время. Потому что у меня настолько деградирует на катание, что чикен бар это, наверное, тот трюк, которому мне стоит заняться и вспомнить его. Ну, Влад отреагировал совсем не так весело. Влад сам себе написал букву. Он поднял сидение. Я не знаю, пристреливался он или нет, но он забил. И вот тут, мне кажется, у него просто сдали нервы. Потому что, ну, типа, ничего такого. Если Опа Барон умеет, и, то есть, движение рук отточено, тут нужно просто пристреляться и терпение. Я так понимаю, никто там никого не подгоняет, и можно было просто, ну, немножечко сконцентрироваться. Но тут эмоции. Я понимаю, что когда у тебя такой опыт и такой скилл, то такой трюк ты воспринимаешь просто как плевок. Ну, это же соревнование, это же уже как бы заруба, которая уже идет. И Влад заказывал трюки Миши, которые тот не умеет, ну, или плохо делает. А Миша, соответственно, действует согласно своему геймплану. Загадываю ноуфуд канкан в квотере ногами вверх от коупинга, в общем. Дальше Владик заказал очень стильный ноуфуд канкан, очень красиво. Это территория в квотере. Влад, он и как стритер катается, и как парковый райдер катается, то есть, для него это все не проблема. А Миша, как я понимаю, это больше стритер, и для него квотеры – это, ну, другая территория немножко. Я тоже теряюсь в квотерах, и, например, там, помню, что на третьем году катания я делал барспин с банихопа, Вайнетти барспин с банихопа, мог сделать, почти никто не мог это повторить за мной, но когда мне нужно было сделать, там, простой барспин с радиусом на стол, у меня началась проблема. Барспин в квотере я не умел, потому что это просто не моя территория была, у меня не было под боком такой фигуры, чтобы я ездил и тренировался. И поэтому, собственно, кто-то становится, мне кажется, стритером, кто-то парковым райдером. Но в идеале, конечно, ориентироваться и там, и там. И Миша респект за то, что он поехал и начал пробовать. И не с первого раза, и не со второго, но с третьего он сделал трюк до такого состояния, что ему его засчитали. Я Малеком беру. Бери, респект, брат. Рано. Отпусти. Ну, давай, берем. Миша Степкин берет Малека! Он взял Малеган, хотя у него было всего две буквы, потому что он понимал, что он в любом случае вырвется вперед. Это, я считаю, стратегически правильное решение, стратегическое мышление. Это явно не его трюк, возможно, он его никогда не умел делать, возможно, он никогда не умел его делать в квотере. Но он попробовал и смог научиться. Кстати, я считаю, что Нуфут Канкан, Канкан, Нем-нем-нем, Нафинг, это те трюки, кстати, которые можно научиться прямо по ходу пьесы. Еще Табаган тоже можно научиться прямо по ходу пьесы. Раз я гадаю свой чикен бар отсюда. Ну, и дальше пошла жесть. Она с той же тумбы, Миша с той же тумбы заказывает Владику чикен бар обычный. Это еще проще, вот реально. Там нечего делать, по факту, да? Там надо просто не зассать. Ничего в этом трюке вообще нет. И я думаю, что Миша прекрасно понимал, что Влад попробует и сделает. Респект, но это, по-моему, полный перебор. Я смотрю на глаза Влада, и я не понимаю, это отчаяние или злость? Конечно, ну... Ну, как бы чуваки показывают, кто они че. Влад с первого раза сделал не чикен бар в дроп, а он дропнул, а потом сделал бар. Ну, по факту, это как бы дроп-бар. Ну, это больше по технике бани-хоп, бар-спин в дроп. Только если ты делаешь по технике бани-хоп, бар-спин в дроп, то ты нормально прыгнешь, и руль поймаешь там сразу в воздухе. А когда ты падаешь, и в падении крутишь, там уже как бы приземление пожестче. Но по технике это не чикен бар, это не засчитали. Владику пришлось переделывать. Ну и дальше Владик делает. Вот он смог собраться и сделать. Пусть он там корял, приземлился, не суть. Он сделал. Некомфортный трюк, но можно сделать. И выучить можно сразу. Очень жаль, что ему помешало вот это нервозное состояние сделать опа чикен бар дроп, потому что он потерял ценные очки. Оппонент как оппонент, что сказать. Трех вип на фейки. Дальше Влад уже видно разозлился. Ну хотя с другой стороны, мне кажется, трех вип на фейки Влад может загадать в любом состоянии, но судя по комментариям Влада, он был зол. Он реально был зол. И ну как бы такой трюк выглядит как просто... Ну я не знаю, как катается Миша. Я думаю, что это все. Это гвоздь как бы. Ну это не гвоздь, это была бы третья буква. Но Влад не загадал. Не знаю почему. Может нервы, может уже подустал. Раздражение может быть. Может быть остаточное волнение после чикен бара в дроп. Потому что когда такие трюки делаешь непривычные, в любом случае есть какой-то элемент волнения. Он не заказал и тем самым уступил. Мне вообще похуй, что вы напишите в комментариях. Я гадаю чикен бар на мену на ванэти. А тут Миша говорит, что ему вообще похуй, что вы там напишите в комментах. Он заказывает чикен бар на мену на ванэти. Ну это правильный подход в каком-то смысле. Ну это реально правильный подход. Чувак знает, что он умеет, что он будет делать, что он будет делать необычное. Ну Влад же сделал чикен бар, сделал. Вот теперь можно развивать эту тему. Ну шанс есть, конечно, ну чё. А чикен бар, к слову, нельзя было банить? Это как бы нормально, что он тут четыре друга мне. Я не знаю, это к Пашку вопрос. Можно было чикен бар-то банить? Нельзя это база оказывать. Ну по правилам, реал, всё по правилам. И то, что ему плевать на то, как к нему будут относиться после этой игры, или во время этой игры, я считаю, что это тоже очень правильный настрой. Если у тебя есть план, надо следовать этому плану. И абсолютно похер вообще, что о тебе подумает и кто что скажет. Ну прикольная же линия. Вот честно скажите, прикольная. Скорость есть, чикен бар на мену выглядит прикольно. Он едет, делает ванэти. Ванэти в хороший скат, в узкое пространство. То есть тут техника реально присутствует. Без техники этот трюк не делается. Влада, откровенно, не нравятся такие трюки. Он говорит, что в песочице надо с таким кататься. Но это нескульное движение. Сейчас так модно. Такой BMX. Наверное, Малеган не стоит. Да, не надо. Не надо Малеган тратить. И счет 4-2 в пользу Миши Степкина. Кто бы мог подумать. Ну и в принципе у Влада бы получилось. Рано или поздно. Но, к сожалению, столько попыток у него нет. Мне кажется, надо было расчехлять Малеган. Либо на этом трюке, либо на одном из предыдущих, на котором был шанс сделать. И надо было обязательно добирать опа чикен бар дроп. Это вот сто процентов. На две буквы могло быть у Влада сейчас меньше. Это очень серьезно. С учетом того, что каждый трюк Влада потенциально может выбить Мишу. Повторяю, 360 видно фейки. Влад перезагадывает 360 видно фейки. Счет 4-2. Не в пользу Влада Мельника. И он опять не заказывает. Вот когда, ну блин, это просто была боль и кровь из глаз. Офигенный трюк, офигенный райдер. Просто не получается. Не знаю из-за чего. Из-за раздражения, из-за дизморала, из-за усталости. Я гадаю то же самое, только с опа чикен баром. Опа чикен майнал в адейте. И Миша, вот здесь начинается уже прям жесть. Опа чикен бар на майнал на воде. Вообще, на самом деле, ключ ко всей вот этой игре был бы просто в чикен баре. Я согласен, что вот этот вот опа, ванэйти, слайдер на Индия, на там что-то еще, это полная херня. И это действительно как бы в крыса-собаку игра. Но чикен баре, ну я вообще не считаю, что это игра в крысу. В каком бы то ни было виде. Но Миша не загадал. И у Влада появился шанс. Хочется доделать треховик на фейки. И Владик наконец-то доделает треховик на фейки. Это очень техничный, сложный трюк. Тысячный раз скажу. Огромный респект Владу. Это прям смотреть. Одно удовольствие. Но чикен бар на майнал на ванэйти тоже приятно выглядит. Конечно, не так мощно, как 360 вип на фейки. Но все равно приятно. А вот этот вот OPPO 180 на слайдер на индиан, это просто извивание червем выглядит отстойно. По моему мнению. И вы знаете, Миша меня в очередной раз удивил в этой игре. По тому, как он делал треховик на фейки в квоттере, было видно, что он вообще-то может этот трюк взять. И что этот трюк берется. И, кстати говоря, если ты умеешь прямой тейл вип, то в анэйти вип в квоттере или там на подкате, при наличии физухи и хорошего випа, наверное, тоже можно сделать сразу. Ну, практически сразу, если ты хорошо катаешься. Треховик на фейки не думаю. Но вот Миша бросился и выглядел очень достойно. Ну, естественно, если ты этот трюк не практикуешь, так просто ты его не сделаешь. Поэтому тут как бы Влад забил очко Миши. Вот. Странно звучит. В общем, очко взял. Миша перезагадывает свой опа чекен бар на Мэну на Манэйте и отлично его делает. Влад не сделал, Влад так и не брал Маллиган. Счет 5-3. И теперь вы понимаете, что любой хитро выебанный трюк от Миши – это автоматический проигрыш Влада. Бар на дабл пэк на Хар-270. Вот, вот он. Влад загадывает тоже довольно сложную линию. Но у него не получилось, он соскочил. Ну, проигрывая 5-3, не заказывать сопернику трюки вообще в принципе нельзя. Ты в шаге от проигрыша. Гадаю, опозит в Манэте, Индиан, слайдер и халфкаб скат. Миша просто повторяет ту линию, которую он заказывал с начала игры, просто заканчивает ее не Индианом вот этим вот или как там съезжанием по подкату, а халфкабом. То есть, по сути, из не такого некрасивого, только вот эти вот два трюка – начало и конец, которые гарантированно Влад бы не сделал, 100%. Все остальное Влад мог сделать. Ну, давайте досмотрим. Простите. Да не за что, мне кажется, Миша здесь извиняться. Он играет с очень стильным соперником. У него просто был геймплан. Он бросался на сложные трюки. И мне кажется, извиняться тут вообще не за что. Есть комментарии? У меня нет, у тебя есть комментарии? У меня тоже нет комментарии, но вот тот уголок очень радуется. Смотрите, весь Нью-Скул сейчас просто в восторге от того, что происходит. Только что мы похоронили красивое катание на BMX. Ну, отчасти это правда, да. Похоронили красивое катание на BMX. Но Влад мог этого не допустить, если бы отнесся к этой игре чуть с более холодным и расчетливым умом. Вот серьезно. Два – один чекен барон сделал. Ну, вот, допустим, один чекен барон точно мог добрать. И один из гриндов он тоже теоретически мог добрать. У него было бы на… Сейчас был бы равный счет. Понимаете? И ему бы вот заказали этот трюк. Был бы 4-3. И у Влада было бы еще 3 ультимейт попытки. 3. Я думаю, что он бы точно придумал бы, что заказать. Ну, серьезно. Отказываюсь пробовать. Я здесь сегодня таких ощущений блевотных не испытывал, наверное, за всю жизнь своего катания. Пишу себе сам букву. Так, какой Джина, да? Тебя как он покажет. Это напишу полное. Спасибо за игру. Хотелось бы сказать, но не было. Влад был очень недоволен. Я, если честно, по финалу этой игры я тоже расстроился. Очень стильно. Я болел за Влада. Это мой друг. Я его давно знаю. Красиво, стильно катается. Если бы он прошел дальше, он бы показал бы еще интереснее игру. Если бы ему еще и не забанили какие-то трюки. В общем, мы зачем смотрим BMX? Вот особенно такого уровня. Это шоу. Это клево. Это, ну, трюки профессионалов. Мы с вами, большинство зрителей, мы никогда не сделаем ничего подобного. Это норма. Но... Миша... Был продумание. Был продумание. Был хитровыбание. И в конце, где они стоят на последнем интервью, он стоит очень понуро. Он победил. Это победа для него была первая победа. То есть он не рад результату. Все ему стучали. Его все осуждали. Его поддерживала только его группа, его друзей. Что можно сказать? Красивый BMX благодаря тебе, Миша. Мы только что похоронили. Дальше, видимо, будем на чекен-барах двигаться. Тебе респект вообще никакой, Миша, Влад. А тебе как раз респект огромный. Спасибо большое. Ты украшением был. Показал, как это делается. Но, ну вот, собственно, по правилам, все честно. Новая школа, вот она такая. Есть какие-нибудь слова у тебя вообще? Наблюдая за годами прошлых лет, как бы, уважение какое-то к оппоненту, оно такое, как бы, с каждым годом уходило куда-то в небытие. Этот сезон не стал исключением. Даже пошел выше. Ну, моя игра, я не знаю, по правилам все честно. Но вот такого отвращения за катание я давно не, как бы, точнее, вообще не испытывал никогда. Мне казалось, круто, что-то пробуешь, интересно. Но сегодня, как бы, этот, каминг-аут, я не знаю, как обозвать этот день. Короче, очень не понравилось. Конечно, никакого респекта я никому выказывать не буду, но это спорт, как сказал наш друг. Каждый играет на свою совесть. Хотелось сыграть покрасивее, попробовать что-нибудь сложное, но в итоге все вышло, как вышло. Я принимаю поражение. Спасибо. Спасибо всем, кто пришел болеть. Влад лучший! Полностью согласен. Влад лучший. Миш, ну, давай, после такого, конечно, победы, после такой, да, тебе надо что-то сказать сейчас. Ну, оправдания особо, конечно, не может быть. Хочу сказать, что никто не верил, что я выиграю. Ни Давид, ни друзья с Краснодара. Я работал на результат. Я дико... Мне очень стыдно, честно. Я клянусь. Ему не стоило вообще совершенно печалиться и извиняться. Он подошел к игре серьезно. Он ни одной буквы себя сам не нарисовал. Все трюки, которые Владик ему заказывал, он пробовал и пробовал, я считаю, абсолютно достойно. И я, ну, сто процентов уверен, что он сделал что-то, чего он никогда в жизни до этого не делал. Ну, и Владику пришлось сделать то, что он никогда в жизни не делал. Во-первых, ему пришлось узнать, что такое news club у Мэйс. Во-вторых, ему пришлось сделать chicken bar drop, я думаю, он никогда в жизни такого не делал. Вот. И такое часто происходит на винтеринге, да и, в принципе, в геймлбайках в живых. Вот я, например, с Виталиком Фоминым играл, кранкфлип ему заказывал. Ну, детский трюк, детский трюк. Вот. И один раз, я даже, по-моему, или два, выиграю Виталика за счет такой вот херни. И меня тоже поливали говном в комментариях. Но это же катание. Когда ты делаешь там кранкфлип, кранкфлип на фейке, тебе пишут, что это кал, там, или халфкап кранкфлип. Вот. А когда чуваки в винтеринге заказывают 360 кранкфлип или 540 кранкфлип в квотере, почему-то уже никто не пишет, что это кал. А это же развитие всей той же темы. Поэтому, если у вас есть какой-то необычный трюк, какая-то необычная комбинация и видение этого, если вы ее развиваете, то вы тем самым нарабатываете свой уникальный стиль и увеличиваете свои шансы побеждать в подобных соревнованиях. Я не осуждаю Мишу, я не осуждаю Влада за эту игру. Я считаю, что каждый из них просто был в своем амплуа, более привычном. Но с точки зрения стратегии и игровой тактики Миша победил. И я считаю, что победил вполне заслуженно. Согласны вы с моим мнением или нет, обязательно напишите об этом в комментариях. По ссылочке в описании вы найдете факт Store BMX, где продаются в том числе запчасти, велосипеды TSB. Большое вам спасибо за внимание, ребята. Респект. Пока. Редактор субтитров А.Семкин